Короче говоря, я решил поиграть в The New Order. Со временем моих прошлых прохождений модов в альтернативной реальности прошло довольно много времени. И значит, только сидел, кряхтел, пытался родить очередной контент по поням, как в мой дискорд зашло несколько ребят и предложили сыграть в этот замечательный мод. Ну и хочу отдельно поблагодарить товарища Саварона, который помог мне разобраться в этом обилии пёстрых цветов. Знаете ли, интерфейс здесь не такой уж-то и дружелюбный. Но если вы дадите этому моду шанс, то я думаю, что он вас приятно удивит. Конечно же, если вы любите читать, читать в этом прохождении мы с вами будем много, долго и нудно. Естественно, часть контента будет сокращена, либо вырезана для того, чтобы к хотя бы второму-третьему прохождению мы начали какие-то серьёзные боевые действия. Поэтому советую ознакомиться со странами самостоятельно, а уже после этого смотреть моё прохождение. Россия сокрушена. Она была безжалостно разрушена фашистской силой. Даже сейчас после победы немецкие самолёты визжат и грехочут над головой, насмехаясь над нами, пока они разрушают наши города и убивают наших детей. Но Россия тоже была разорвана изнутри предательными коллаборцемнистами, людьми без верности и принципов. Людьми, которые живут только для того, чтобы утолить свою жажду власти и крови. Наша Родина была разрушена из глубин Хлонри. Зло и тирания, сметая то немногое, что у нас осталось. Свердловск, это бастион, стоящий на пути, хлы ушей тьмы, как свеча, как последний оплот свободы. Мы будем сражаться до последней капли крови за нашу свободу. Прирост базовой стабильности 4,5%. Ну что ж, для не меня лучшего, и это, как говорится, сойдёт. Продолжаем. Наш с вами Маршал, по всей видимости, серьёзно болен. И временно восстановление России и захват утраченных территорий всё меньше и меньше. И воистину настали тяжёлые времена. Нам необходимо решить ряд важных вопросов. Призвать ли гражданских в ополчении, либо оставить их на фабриках. Суровые времена требуют суровых решений, поэтому всех под ружью. У нашего населения нет никакого иного варианта действий, кроме как слепо следовать за Маршалом. Все слои общества должны верить Маршалу на слово. Он опытина, значит, знает лучше. Все от нищих и бездомных в городах и деревнях до высших эшелонах командования. В своих спартанских квартирах будут смотреть на Маршала, как нацветать жизнь и свободу, и счастье посреди России, раздираемой войной и хаосом. Начинаем укреплять фабрики и налаживать производство. А для большей инфективности вводим ночные смены. А ударники производства получают свои дополнительные пайки. А силы извне разрывают нашу страну, поэтому нам нужно как можно быстрее расправиться с черной лигой и ревизионистами. Ну, либо хотя бы пытаться поддерживать какое-то шаткое подобие баланса. Вопрос оплаты труда решен, и ни один рабочий, который трудится день и ночь на благо округа, не останется без награды. Эффективность нашего производства медленно, но неумолимо растет. А для того, чтобы сдерживать тиранов, мы по всему периметру наших территорий строим бункеры и бомбоубежища. И в один день все прекратилось. Ряды не гудели, они молчали из-за отсутствия приближающейся опасности. Многие думали, что это случайность, что немцы скоро вернутся и будут господствовать в небе, и бомбы снова будут падать на Россию без раздумий и милосердия. Однако они не вернулись, облака тихие, а самолетов не видно. Слухи были верны, немцы ушли под давлением своих внутренних конфликтов, полненных точек ПВО и свободных авиаторов, они отступили. Маршал вместе со своим округом вздыхает с облегчением, однако в будущем остается еще большая опасность. Теневики Златоуста с их непонятными намерениями, загадочная и таинственная Черная Лига, а также остатки Западно-Сибирской Народной Республикой под командованием Лазаря Кагановича скоро будут соперничать со Свердловском, чтобы стать главной силой в регионе. Время не ждет, конфликт приближается с каждой секундой. А теперь у нас открывается просто огромнейшая ветка фоксов и стало быть пора готовиться к войне. И наконец-то победа над ревизионистами. Тиранам нет места ни в Свердловске, ни в России, если уж на то пошло. Наконец-таки прирост базы Стабилиси плюс 10 и мы потихонечку выходим из кризиса. Одна внутренняя проблема в нашем государстве решена, остается разобраться только с Омской Черной Лигой. И в канун Нового Года мы уничтожили несколько ячеек со сторонниками Черной Лиги. Внешних врагов у нас сейчас достаточно много, поэтому сделка с Драгуновым кажется не таким уж и плохим решением. Полторы тысячи усовершенствованного стрелкового вооружения отправляется в наш арсенал. Свободные авиаторы остаются одним из самых эффективных военно-воздушных сил по всей России, особенно в Западной Сибири. Перестав их союзникам или даже интегрировав их вооруженные силы в наши собственные, мы могли бы получить множество преимуществ, среди которых престиж от того, что мы стали страной, получившей одобрение от свободных авиаторов. С этой целью установление дипломатических отношений и направление предложения о промышленной помощи может помочь начать сближение наших стран. Начинаем реализацию совместных проектов с Златоустом. И первым из них станет улучшение вооружения. Два 50-процентных бафа на оружие пехоты. Неплохо, неплохо. Наши ученые в КБ закончили разработку проектов, использующих преимущество новых композитных материалов, разработанных за последние несколько лет. Ох, чувствую я, что война уже совсем не за горами Омск, укрепляет свои силы и нам нужно подумать о том же самом. Вся работа, которую мы вложили в нашу армию, наконец-то окупилась. Свердловск теперь обладает современной армией. Она отлично обучена, хорошо оснащена и стратегически ориентирована, обладает спецвойсками и бронетанковым корпусом. С такой мощной армией, подкрепленной растущей промышленностью, объединение России под нашими знаменами не только возможно, но и неизбежно. Влияние Черной Лиги очень низкое. Наконец-таки наши спецвойска смогли разобраться с большинством из этих ублюдков. Враг находится там, куда направлен наш штык. Стабильность, поддержка войны растет и мы в принципе наверное готовы уже к надвигающейся войне. Правда стабила 20-70, она сейчас очень и очень сильно упала, но наши войска готовы сражаться и народ хочет этой войны. 32 к 70. В общем-то вполне, вполне достаточно для того, чтобы начинать боевые действия. Я думаю можно сразу переходить к атаке и пытаться окружать вражеские дивизии, благо для этого у нас есть численное преимущество. И вот уже первый котел с двумя дивизиями врага. Пытаться пробиваться мы будем основными дивизиями 7 на 2 с хорошей поддержкой, а держать оборону будем башнями, в которой находятся стандартные десятки с саперной лопатой и рутой разведки. Ну и конечно же маршировать по вражеским территориям башнями тоже не возбраняется, поэтому будем пытаться как можно быстрее занять как можно большее количество территорий. Забираем бункеры в Ишиме, у нас появляется неплохой шанс отрезать огромное количество южных территорий. Кстати говоря, Омск практически незащищенный и может попытаться взять столицу врага. Находим мавзолей Ленина, но пока что нет времени разбираться, что с ним делать. Я думаю можно сохранить или похоронить революционера, это два самых правильных решения на мой взгляд, во всяком случае в реалиях данной фракции. Продолжаем наш с вами восточный прорыв и мы с вами на шаг ближе к захвату Омска. На первый взгляд бесполезные десятки очень-очень неплохо себя реализуют за счет того, что кажется, что у нас намного больше дивизий и численный перевяз в враг просто не успевает покрыть линию фронта. Я думаю, что вражеских подкреплений в районе Омска уже не будет, практически все вражеские дивизии находятся в котлах. И благодаря тому, что враг не удерживает бункеры, мы сможем довольно эффективно использовать наши десятки в обороне. До взятия Омска остается всего несколько провинций, но и о Челябинске нам забывать все-таки не стоит. Отправляем соответствующие силы на захват этих территорий. И наконец-то Уральский завод захвачен, враг капитулирует и мы серьезно расширяем наши с вами территории. Наше соглашение с Ургутом взаимовыгодно, но было выковано из многолетнего тесного сотрудничества и взаимного уважения. И теперь, когда ситуация в Западной Сибири стабилизируется, пришло время закрепить связь между 3-й армией и 588-м ночным легком бомбардировочным авиационным полком. Мы направим в Ургут предложение официально интегрировать их территорию в состав округа. Это будет логичной кульминацией нашего взаимовыгодного сотрудничества. Беспроигрышный вариант. Алявная интеграция территорий – это всегда хорошо. Свободные авиаторы соглашаются интегрироваться. Мы сильнее вместе. Наконец-то наши территории еще больше расширились. Несколько фокусов тому поспособствовали. Да, сейчас наши границы еще не такие уж и красивые. Но надеюсь, что в ближайшем будущем мы с вами это исправим. Наконец-то дьявол загнан в угол. Сейчас не время почивать на лаврах. Угрозы для Свердловска остаются до сих пор. Златоус – одна из таких угроз. Их торговцы выдают высококачественное снаряжение прямо в руки тех, кто хотел бы нас уничтожить. Тем не менее, он имеет чрезвычайно хорошо оснащенную армию и банк, с помощью которого можно нанять бесконечное количество наемников. Завоевание маленькой страны может в конечном итоге вынудить нас потратить гораздо больше ресурсов, чем мы хотели бы себе позволить. Следовательно, было бы полезно сделать предложение об интеграции, прежде чем начать военные действия против Златоуста. Драгунов отклонил наше предложение о капитуляции и, естественно, теперь получит по шапке. Подводим наши дивизии на линию фронта и начинаем крупномасштабное наступление. И как бы фокусы не нахваливали Драгунова, явно его армия намного слабее нашей. Без каких-либо серьезных проблем прорываем его и котлим часть его дивизий. Реально получился такой неплохой, молниеносный блицкрик своеобразный даже. Интересно, подгонит ли он нам какую-нибудь уникальную постройку, потому что предыдущие фракции действительно это делали и это давало неплохие такие бафы в нашей стране. И вот оно, захвачен Златоустский оружейный завод. Теперь наша промышленность выйдет на новый уровень. Но и до полной капитуляции Златоуста остаются считанные секунды. Нижний Тагил взятый, враг капитулирует. А кстати, Югра неплохо так подсожрала наши с вами территории, нужно исправлять это как можно быстрее. В общем-то можно сказать, что они практически полностью сожрали авиаторов. Я просто не представляю, о чем они думали, когда объявляли нам эту войну. Только что мы с вами абсолютно без каких-либо проблем маршем прошлись по их землям. Следующая остановка Воркута и война с ними станет легкой прогулкой. И вот уже лагеря Воркуты захвачены нами. Надеемся, что они никогда более не откроются. И на момент 9 июля 65 года вот такая неплохая фракция у нас с вами образовалась. Наконец-то победа за Ноби. Все организованные угрозы нашего правиллению были уничтожены. Везде над Западной Сибирью развивается один флаг. Это земля свободна как от тиранов, так и от бандитов. Скоро она будет по силам объединить всю Россию. Но сейчас у нас есть более насущные проблемы. Наши завоевания впечатляющие, но еще и дорогие. Третья армия работает на пределе сил. Огромные участки земли на нашей перегерии стали пустошами, беззакония, безвластия, где может появиться новый Язов или Каганович. Мы должны утвердить власть нашей администрации в этих землях, прежде чем мы потеряем контроль над ними. Наша миссия по объединению Западной Сибири была завершена. Мы должны объявить миру о нашей победе. Пришла пора объединить Россию и сформировать Западный Сибирский военный округ. Но и про интеграцию новых территорий мы с вами тоже не забываем. Реинтегрируем индустрию и строим железнодорожные сети. Продолжаем улучшать и без того неплохое производство. Но и было бы неплохо поощрить наших с вами героев, ведь они сражались за родину. Сегодня мрачный день для округа. Маршал Константин Рокоссовский скончался вчера вечером. Он был одним из лучших генералов Советского Союза. Он с гордостью и честью служил российскому народу. Даже когда вся надежда казалась потерянной, во время долгих тяжелых лет немецких бомбардировок он никогда не переставал пытаться спасти каждую жизнь, которую мог. А когда бомбардировки закончились, он провел Свердловск свои самые неспокойные годы, приведя третью армию к победе над войсками Кагановича и Язова. Преемником Рокоссовского стал его близкий друг и личный помощник генерал Павел Батов, чьи притязания на лидерство никто не оспаривает. У него осталась жена Галина и две дочери Ариана и Надежда. Суворов берет бразды правления. Тяжелая потеря для всего нашего государства, но он сделал очень многое для нашей с вами страны. Не забудь поставить этому видео свой царский лайк и со всей силы ударь в колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. С тобой был я, Малваргейминг. Играй только в хорошее. До новых встреч. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok